А здрасте! Всем друзья, привет, Оленьки! Отрадная долина, внезапненько прохождение, и не совсем это прохождение. Дело в том, что я поигрываю на этой карте на работе потихонечку, и снимать всё у меня просто нету времени, возможности и даже желания дома этим заниматься. Есть и другие дела. Вот, но на работе поигрываю, и решил я снять такой небольшой ролик, что же произошло у меня на этой ферме, на этой карте за первые 50 часов игры. Поэтому небольшая такая экскурсия, если вдруг кому интересно. Так что, наверное, погнали смотреть, что у меня есть во владениях, что у меня вообще есть на ферме и так далее. Начнём, друзья, с участков и полей. Куплено у меня вот такое вот 37-ое поле, замечательное. Оно не сильно большое по размеру. Тут сейчас растёт сорга, или сорго, хрен его знает. Скоро, кстати, вырастет. Потом расскажу, зачем оно мне здесь. Далее также есть у меня ещё сороковое поле. Тут растёт маг, и на самом деле я без понятия зачем, и почему я его сюда посеял. Это я его сюда посеял. Ну, растёт и растёт, как бы хрен с ним. Также ещё по дефолту у меня здесь были на старте поля 44-45. Здесь конопля растёт, и урожай созрел. Причём это случилось, наверное, только-только. Оно по дефолту было здесь на старте засеяно, и только сейчас созрел. Три дня игровых прошло. И, соответственно, на соседнем поле растёт кофе, который тоже созрел. Только что. Я полчаса назад смотрел, не было засеяно, точнее созрета нихрена здесь. Ну, возможно, вот в 6 часов вечера. Сейчас 18-18, возможно, в 6 часов вечера это всё дело и созрело. Так что, в принципе, есть чем заняться. Буду убирать кофе и коноплю. Далее, друзья, по базе, по технике, которая у меня уже здесь имеется за 50 часов. Ну, во-первых, пойду по порядку, точнее не по порядку, а просто вот что вижу, о том пою. Есть вот такой вот Нью Холланд с культиватором у меня. С большим 1 его хватает. Также стоит Джоник, суперкрутой Джоник, с чизель-культиватором, который на 8 метров, по-моему. Ими я пользуюсь довольно редко, только если нужно что-то убрать, где требуется вспашка. Можно зачизелить. Такого 2 раза, в общем-то, я его использовал всего. Также в соседнем ангаре у нас стоит сажалочка вот с кейсиком вот таким вот. Сажалка нужна. Ёмкость не очень большая у неё, но, в общем-то, в принципе, хватает пока что. Также тут свободное место. Ещё есть удобрялка, которая сейчас работает на контракте. И есть сейлка, которая тоже работает на контракте. К ним чуть попозже вернёмся. И вон, обслуживание техники произошло. Также по дефолту здесь давался джипик, который я продал. Он здесь нахрен не нужен. А вот этот прицеп я решил оставить, хотя можно его, в принципе, и продать будет. Правда, там топливо лежит почти 4 куба. Но не очень сильно оно нам надо. Также есть у меня несколько тракторов с возилками, которые, в общем-то, нужны. Это вот такой вот большой дойц-фахар чёрненького цвета с прицепом, по-моему, на 52 куба он. А также есть же Сибишка, которая, ну, тоже быстро ездит. Тут прицеп чуть поменьше. У меня, знаете, есть тут такое желание не повторяться в технике. Или хотя бы стараться этого не делать, хотя, видимо, потом придётся. Ну и ещё есть у него фреза для подбора земли, всякого дерьма. Тоже, в общем-то, понятно зачем. А если непонятно, то потом расскажу. Есть у меня три комбайна кейс. Это модовые комбайны, у них чуть больше вместительность. Ну и, соответственно, три жатки. Тут вот это вот всё, оно стоит по парковочным местам. Мне тут карта автодрайва перепала настроенная, классная. Поэтому, Лёхе, спасибо отдельное за вот эту проделанную работу. Также есть у меня вот такой вот большой класс и прицеп-перегрузчик на 70 кубов. С помощью него, в общем-то, поля убираются. Не всегда, но если я сам вот этим занимаюсь, то это с помощью перегрузчика. Также есть вот такой вот ман классный. Его я стырил с золотого колоса, потому что он по автодрайву хорошо работает. И вот такой вот прицепчик тоже немножко с увеличенной вместимостью. Тут, знаете, на карте по дефолту идёт техника с ковшом на 200 кубов, на 500 кубов вот карьерный самосвал, на миллион литров. Короче, понятно, зачем это сделано. Я без всяких угрызений совести тоже немножко относительно читерскую технику использую. Ну ещё есть маленький классик. Здесь, по-моему, на 40 кубов прицепчик. В общем-то, они занимаются перевозками, разгрузками комбайнов. Если мы посмотрим статистику класса, то вот конкретно он 400 км уже накатал и перевёз 2 миллиона 700 кубов. Чаще я, конечно, пользуюсь вот этим вот парнишей. Он ездит быстрее, он уже навозил 15 миллионов литров. Ну, в общем-то, вот так вот это всё работает. Далее из техники есть куча жаток для свеклоуборочного комбайна. Это всё дело тоже модовое. Жатка для свеклы, для моркови, для картофеля, для сахарного тростника. Всё отдельно есть. Две жатки для кукурузы у меня вот здесь вот лежат, для тех же самых кейсов. Здесь у нас пустые ангары и есть ещё у нас... Вот в этом ангаре стоит хлопкоуборочная штука такая. Это тоже с картой, которая шла модовая. Она убирает ещё табак, коноплю, по-моему, в тюки и ещё что-то. Но на ней я не ездил вообще, ни одного контракта не делал. Чё-то мне как-то прям впадло. Ну и плюс ещё есть вот такая вот хреновина. А чё не открывается? Эа, во! Есть вот такой вот Месси Фергюсон с фуражным прицепом для соломки и травки. Он уже довольно много накатал, потому что солому и траву возить с полей, которая остаётся, это не хухры-мухры, сами знаете. Также у меня есть вот такой вот ман чёрненький с бочкой для жидкостей. С помощью неё можно возить топливо, воду, гербициды я вожу и с помощью этой штуки. Точнее, один раз возил. Ну, в общем-то, как-то так. Ну и, конечно же, цвеклоуборочный оранжевый комбайн, он тоже модовый. Прицеплена жатка, насколько я понимаю, для картофеля, судя по цвету. Она немножко грязная, да. Кёрхеров нету у меня на базе и вся техника ещё ни разу не мылась. Но ничего страшного, я не сильно упарываюсь в эту штуку, особенно если для себя играю. У него тоже немножко увеличена вместимость. Здесь, по-моему, 75 кубов я поставил. Можно, в принципе, это даже посмотреть. Да, 75 кубов в нём выпиливаем обратно. Но, на самом деле, смысла в этом особо сильно нету, потому что разгрузчики не 75 кубов. Можно было там 45-50 сколько по дефолту оставлять и вполне бы эти трактора справлялись. Разницы, в общем, нету, не знаю, зачем я это сделал. Также есть вот такая вот удобрялочка. У неё тоже есть парковочное место, она сейчас едет выполнять контрактик. И есть у меня вот такая вот сейлка, которая сейчас сеет сарго на 80-м поле. Гигантский контракт, 442 тысячи. 44% уже выполнено и ещё 3,5 часа ему кататься. Ну, около 6 часов. Работа здесь на поле предвидится, плюс загрузка-разгрузка. Ещё примерно 10 минут у него уходит, съездит туда-обратно. Были уже жирные контракты у меня и на уборку вот этого поля здесь сарго. Росло. Там около 3 миллионов литров, по-моему, было собрано этой дряни с поля. Тоже около 10 часов выполнялся этот контракт тремя комбайнами. Но там остатков этого самого сарго было, ну, продано где-то на миллион. Да, у меня, кстати, средняя сложность стоит, потому что сильно упарываться и за копейки всё продавать у меня желания никакого нету. Но мы, друзья, ещё возвращаемся на базу. Что у нас здесь есть? Есть элеватор. Это по дефолту он здесь стоит. Он как бы тоже модовый, но стоит здесь по дефолту. Как бы это странно ни звучало. И рядом стоит ещё силосная башня. Та, которую я использовал во всех прохождениях. Здесь я закинул травы. Я раньше на этом поле вырастил клевер и с него был миллион травы. Как солома выходила. А сам клевер был продан. В общем-то, специально для силоса это всё дело вырастилось у нас здесь. Силос производится. И силос нам нужен для того, чтобы производить из него топливо. Первое производство вообще, которое я поставил, прямо рядом с базой. Да, кстати, здесь вот пополнялки стоят. Но я думаю, это ни для кого не удивительно. Семена, известь и удобрение. Но суть не в этом. Первый завод, который я поставил, это был у нас топливный завод Shell. Потому что нету на этой карте заправок статичных. Куда можно приехать, заправиться. И, в общем-то, первое, что надо ставить, это топливный завод. Он не так дорого стоит. Но с топливом есть небольшие проблемы. Да, здесь сейчас есть 6 кубов топлива уже. Но, во-первых, вся техника заправляется с помощью этой штуки. А, во-вторых, дизель требуется и на производствах. У меня сейчас здесь активно две линии. Топлива из силоса и топлива из кукурузы. Я еще это 37-ое поле успел собрать кукурузу. С него один раз засеять. Ну и собрал сколько-то там, может, 150 кубов. Тут уже 50 переработалось. Хотя, может, и меньше. На самом деле, я-то без перемоток играю. Точнее, я промотал одну ночь. А вторую ночь я не промотал. Потому что выполнялся контракт на уборку. И не хотел я это дело провафлить. Поэтому одна ночь у меня перемотана, а одна нет. И это третий день только идет, да. Поэтому и не выросли стандартные поля. Точнее, начальные. Так вот, здесь у нас 4 линии. Сахарный тростник я тоже засею. Скорее всего, соберу вот это вот самое сарго. Я его специально вот для этого и выращиваю. И это поле засею. Возьму в аренду сажалку сахарного тростника. И буду там постоянно косить, собирать сахарный тростник. Именно вот для топливного завода. Ну и скорее всего, кукурузу на большом поле выращу. Или может быть на двух больших полях. Или саргу еще раз поставлю. Короче, надо, чтобы было в достатке у нас всегда дизель. Поэтому, в общем-то, буду этим заниматься. Также, друзья. У меня куплен участок с 43 полем. Сейчас мы туда прибежим по-быстренькому. И здесь я поставил 3 садика. Это случилось не так давно. Здесь я поставил водонапорную вышку. Потому что требуется вода. Ну и проще всего ее брать прямо отсюда. Здесь у нас растут апельсинчики. Почти все заполнено. Это не проблема. Потому что воды бери сколько хочешь. Удобрение есть пополнялка. Известить пополнялка. Гербициды я в магазине купил и привез. Это не проблема. Так вот. Есть у нас апельсинчики. Есть у нас здесь кокосовый сад. Просто интересно было поворачивать кокосы. Почему нет? Есть также яблоневый сад. Как-то я не знаю. Примитивный я решил поступить сначала. Тут косяк с этим садом. Тут нету садового робота. Дефолтного. Который все вот это вот дело будет собирать. И относить на упаковку поддонов. Поддонов я пока сюда не привез. Как бы это не проблема. Производство я уже поставил. Но к этому мы вернемся чуть попозже. Так вот. Выгружаются такие вот маленькие ящики. И они потом фасуются поддоны. И вот в этих вот двух садах кокоса и апельсины. Сверху вот есть такой садовый робот. Здесь можно нажать на кнопочку. Давайте я в принципе покажу. Кокоса я просто уже выгрузил. А апельсины по-моему еще нет. Да апельсины вон 7 кубов есть. Можно их вот 14 поддонов выгрузить. Они здесь появляются вот такой вот лентой. Маленькие ящики. И здесь можно вот нажать на кнопочку. Вот так вот. И опускается такой садовый робот. И вот эта штука сейчас загонит все это на упаковочный. Скажем так цех. Правда он не работает. Потому что поддоны я сюда не привез. Эта штука работает крайне медленно. Прям вот прям вообще медленно. Но загонит эти все. Лучше медленно, но эффективно. Правильно. Вообще в меню можно купить в магазине садового робота и для яблочек. Но я наверное не буду этого делать. Что-то я как-то читал, что он херовенько работает. В принципе не проблема взять эти ящики самому потом отодвинуть. Просто руками. Ну и также здесь у меня стоит компост мастер. И да, для вот этих вот всех садов у меня здесь есть садовый трактор. Хотя он не садовый, но это взял маленькую вальтру оранжевую. И маленький прицепчик. С помощью него в общем-то можно будет спокойно здесь компост отвозить. Его уже тут выработалось довольно много. Предприятие быстро работает. 25 кубов в час производит. Сюда тоже нужен дизель. Но я думаю, что когда вот это вот все переработается, я не буду его запускать. Потому что компоста хватит надолго. Из того, что здесь принимается любая органика, я сюда солому вожу. Потому что побочный продукт на тырил с контрактов. На складе еще 3 миллиона литров лежит. Так что это в принципе не проблема. Так что компостом мы на какое-то ближайшее время обеспечены. А что на ближайшее? Надолго мы обеспечены компостом, если что. С садами в общем-то все понятно. И есть у меня еще и промзона. Она скорее всего уже даже полностью застроена. Я первый сейф... Да, это не тот сейф, который я начинал на прохождении, который в плейлисте находится. И вот первый сейф я начинал, попробовал с лесопилки начать. И здесь в общем-то вот эту зону я под лесопилку и устроил. Выпилены были вот эти вот первые деревья. Да, прикупил я здесь технику специально. Очередной ман. Да, я сказал, что я не хочу повторяться в технике. Но у меня 3 абсолютно одинаковых комбайна и 3 мана. Но грузовики просто дефолтные я брать не хочу. Потому что они с автодрайвом что-то как-то не очень прям. Тот, который идет с картой, тоже мне как-то не очень нравится. Вот этот вот ман, который самосвал зерновоз, если можно его так назвать, на 100 кубов. Он как-то по автодрайву, когда начинает ехать загруженный, фпс падает. Поэтому я решил им тоже не пользоваться и в общем-то поставил сюда маны с золотого колоса. Надеюсь разработчики будут не против. Ну ладно, не суть важна. Вот такая вот херовина у меня для повалки леса. Это из последнего DLC ротный пак. Решил попробовать именно ее. В принципе разницы со скорпионом никакой нет. У DLC-ха бесполезная. И здесь у меня стоит еще электротрактор для корчевания пеньков. Сзади у него противовес, потому что без противовеса его перевешивает нахрен. Скорее всего я сюда пригоню оранжевую вальтру потом. Маленькую ту. А вот этого вот малыша, как садового трактора, отправлю на наши сады. И там можно будет станцию для подзарядки поставить, да. Вот, что у меня стоит здесь. Во-первых, вот эта вот водяная херовина. Для того, чтобы водичку делать, точнее добывать. Так же, ну по порядку, наверное, пойдем. Здесь у меня стоит лесопилка. Лесопилка стоит большая. 7 линий здесь работает. Поэтому доски производятся в довольно-таки большом количестве. Надо будет снова скоро ехать пилить. Я купил угольную шахту и привез сюда 100 кубов угля. Как раз вот фреза мне для этого и нужна была. Ну доски здесь пилятся. Доски у меня идут на производство планок. Это производство работает довольно медленно. И 8 кубов всего лишь произвелось. Я где-то день назад поставил. Не, не день назад. 8 часов назад я поставил, по сути дела, это производство. Потому что 1 куб в час оно производит, да. Ну планки есть, тоже хорошо. Планки будут у нас использоваться для строительства других предприятий. Также по поводу лесного, скажем так, хозяйства. У нас здесь производство поддонов стоит. Оно довольно маленькое. Склад я пока не ставил. Поддонов сделалось на 6 кубов почти. Его я поставил прям совсем недавно. Также, также стоит здесь такая хреновина, как золото промывающая установка. Сюда можно загрузить песочка и водичку. И будет у нас на выходе, во-первых, золото. Оно производится очень медленно, но стоит дорого. 43 тысячи долларов за куб. То есть нормально. Ну мы, разумеется, подсобираем, чтобы потом много сразу продать. Также тут на выходе галька, которая тупо продается за копейки. Ну, соберется ее на 50 кубов. Прицеп вывезем, продадим. И вода здесь еще на выходе, которая, ну, грубо говоря, рециркулирует. Ее на выходе меньше, но можно будет ее потом и отсюда забрать. По курсплею у меня здесь автоматически все пополняется, грубо говоря. Потому что, ну, автодрайв прописывать смысла здесь никакого нету. По курсплею маленький маршрутик кольцо с бочкой сделал и запустил на 5 раз. Ну и также у меня на этой зоне стоит каменная лобля. Или как эта херня называется правильно? Камнедробилка, да. Она работает на дизеле и этого самого дизеля потребляет очень много. Поэтому с дизелем у нас есть небольшие проблемы. Также эта херовина каким-то чудо образом производит камни. Есть у нас тут сейчас камни. Да, есть три камешка. Они по 25 кубов объемом, эти самые камни. Их, в принципе, большая вместительность здесь. Они просто вот так вот закидываются туда. Ручками их поднимаете. Даже суперсила, по-моему, для этого не нужна. Хотя можно, если у кого-то есть желание, поизгаляться и с погрузчиками какими-нибудь. В общем-то, вот так вот они закидываются, нажимается здесь кнопочка. И эти камешки потом попадают вот таким вот чудо образом в дробилку. Если же мы в эту самую дробилку подойдем, вот сюда вот они падают. После чего здесь идет сортировочка на всякие полезные ресурсики, которые тоже могут везде пригодиться. Они в разных пропорциях производятся, но это не важно. Здесь известь, гипс, карбонат кальция и известняк. Что пока с этим всем добром делать, я еще не придумал, но где-то да пригодится. Скорее всего, придется поставить склад для этого всего дела, чтобы хранить. Место тут, в принципе, еще есть, чтобы что-либо поставить. Склад для лесопродукции я пока тоже не ставил и, наверное, пока не буду. Так что пока хз, что с этим делать. Да, я немножко щетерил на этой карте. Я построил мосты. То есть, грубо говоря, я прописал их себе. Чтобы можно было ездить по всей карте, потому что, ну, немножко напрягает меня невозможность куда-либо попасть. Да, здесь есть баржи, но сильно упарваться этим я не хочу. Хотя механика тоже довольно-таки интересная и можно было с этим поиграться. Но, знаете, это не сильно длинное прохождение у меня будет, потому что скоро 22-я ферма. Хотя хрен его знает. У меня эти 50 часов где-то за неделю были наиграны. Как-то так. В общем-то, если этот ролик зайдет, то через 50-100 часов игры я сниму подобное и еще проведу экскурсию по карте. Покажу вам, какие изменения у меня произошли. Ну и вот как-то так. Снимать прохождение я по этой карте прям точно не буду. Это я вам говорю. То прохождение, которое вот обычно у меня снимается. Пока что обойдемся небольшими стримами, которые проходят, когда выйдет золотой колос обновления, я имею в виду, рис и сады. А это будет довольно скоро. Будет небольшой сезончик по золотому колосу. Так что подписывайтесь на канал, чтобы это не пропустить, если вы еще не подписаны. Также, друзья, кстати, скоро будет розыгрыш 22-й фермы. И, вероятно, две копии этой самой игры в стимовской мы разыграем. Так что, чтобы это не пропустить, тоже можете на канал подписаться. Ну а вообще, лайкусики, комментарии, в общем-то, пишите. Мне будет приятненько, да. Ну и, конечно же, спонсорам огромное спасибо за поддержку. Давненько я не выводил титры с этими замечательными людишками, чтобы страна знала своих героев. Так вот, пожалуйста, вот они. Ну и, конечно же, друзья, всем огромное спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй и всем покаки.